Из колонии пропали уже шестеро российских политзаключенных. В неизвестном направлении увезли Илью Яшина, самого юного, осужденного за госизмену в России Кевина Лика, а также осужденного за сотрудничество с Украиной Даниила Кринари. Ранее то же самое произошло с Сашей Скочеленко, Аксенией Фадеевой, Лилией Чанышевой и главой мемориала Олегом Орловым. Есть ли еще кто-то в этом списке? Официально неизвестно. Независимые СМИ-активисты говорят о возможном обмене. Пропажа сразу нескольких политзеков выглядит как минимум странно. К тому же случаи внезапных обменов уже были. Обсудим эту тему с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Аббас, высказываются разные версии. Не только обмен, да, говорят о возможной амнистии. Обмене не на Красикова, а на осужденных в Украине. Есть версия о том, что политзаключенных, наоборот, могут свести в одну колонию. Какой вы склоняетесь? Ну, есть у меня подтверждение того, что речь может идти об обмене. Во всяком случае, вчера из недр системы мне сообщили, что как минимум не про всех, про это я не знаю, но как минимум некоторых из политзаключенных буквально на днях, недавно, предложили им написать прошение о помиловании на имя Путина. Вот. И это было сделано. Это может косвенно свидетельствовать о том, что действительно готовится какой-то либо обмен, либо помилование, так сказать. Ну, то есть что-то подобного рода. Исключать этого нельзя, потому что, значит, ну вот, когда Путин менял правительство, он очень сильно пощипал ряды так называемых ястребов, сторонников такой максимального заключения гаек, тотальной войны, вражды с окружающим миром, ну, такого, знаете, вот такой хардкор. Вот. Патрушев, он практически отправил на пенсию, понизил голову в первую цепь премьера, сделал простым министром. Вот. Поэтому, может быть, это продолжение вот этого тренда. То есть Путин понимает, что ситуация движется в тупик, что ястребиный курс движется в тупик, и надо из него потихонечку выруливать. Ну, и это может быть частью, так сказать, работы по некой деэскалации, да, значит, ситуации. Но, к сожалению, уверенно об этом говорить нельзя, нельзя исключать и противоположно, потому что, ну, строго говоря, в основном все-таки Путин, при том, что частичное какое-то маневрирование он осуществляет, но в среднем он все равно движется, если смотреть на длинных отрезках времени, все равно движется в направлении ухудшения, да, и ястребы пощипанные, но по-прежнему сильны. Поэтому я, первое мое предположение, на самом деле, вчера было, что это как раз ястреби. Для них ведь чем хуже, тем лучше, так сказать. Они, понимаете, вот, чем больше, так сказать, общественность оппозиционная будет бурлить, возмущаться, значит, чем сильнее будут расти протестные настроения, тем больше они будут нужны Путину, тем больше Путин вынужден полагаться на них будет, и, соответственно, передавать им будет все новые и новые объемы полномочий. И так, в конце концов, можно даже мечтать о том, чтобы превратиться в нечто подобное претерианцам во времена Древнего Рима, второй, третий век нашей эры, когда претерианцы, претерианская гвардия, как известно, усилились настолько, что, в принципе, в какой-то момент были состояния менять императоров. В некоторых случаях, один раз только четыре императора за год они поменяли просто. То есть полные хозяева положения они стали. Ну, рано или поздно, любая военная диктатура, собственно говоря, доходит до такого состояния. Почему автократы не передают всю власть сразу силовикам, а пытаются играть в выборы, в легитимность и так далее. Поэтому они, в принципе, поскольку руководство СИН, они полностью подконтрольны ФСБ, ФСБ это в основном все-таки ястребы. То есть первое мое предположение было, что это они просто пытаются нас всех взбудоражить, возбудить с тем, чтобы мы шумели, протестовали. И Путин видел, что оппозиция борется, не смирилась, что надо ее давить, ну да, и передавать объем полномочий им. Ну, собственно говоря, это и есть власть, это борьба за власть. Вот, поэтому сейчас я не исключаю ничего. Российская политика в достаточной степени безумна сейчас, да, чтобы... То есть она пытается сочетать несочетаемые тренды, взаимысключающие тренды, то есть двигаясь в сторону все больше неадекватности, она одновременно в какие-то моменты пытается быть все-таки адекватной. И что происходит именно на данном участке, который мы с вами отпуждаем, прямо сейчас, это непонятно. Это может быть и этот тренд, и противоположный тренд. Согласна, вот вы говорите о полной непредсказуемости, в том числе абсолютно согласна с этим. И вот нас даже зрители спрашивают, так может быть тогда получается, что и всех в одну колонию везут, как вы думаете? Ну, не исключено, хотя я не очень понимаю, какой в этом смысл, но возможно это смысл такой, какой-то вот технический, так сказать. Ну, то есть ВСИН сам решил. Знаете, у ВСИН ведь очень серьезная проблема, это утечки информации постоянной, которые публикует Осечкин, ГУЛАГу нет. И может быть они таким образом как-то вот решили, то есть законопатить дыры во всей системе не получается, а вот если заберем их всех в одном месте, то там дыры законопатиями, хотя бы оттуда никаких утечек не будет. Это может быть такое вот скорее техническое решение, без какой-то там политической подоплеки. Их тоже нельзя исключать. Аббас, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне казалось, что власти наоборот сбегали собирать политических заключенных в одном месте всегда. Нет, я не замечал такого. По-моему, нет. Ну, то есть можно же их в разных камерах посадить, и все, и не будут они с собой общаться. Если обсуждать все-таки тему обмена, то почему Путин сейчас на это мог согласиться? Ведь вот говорили, что Навального собираются обменивать, и в итоге не обменяли, к сожалению, убили в колонии. Что сейчас могло поменяться, как вы думаете? Я думаю, что Путин до последнего не исключал для себя обмена Навального, и только в конкретной ситуации, которая сложилась на зиму прошлого года, принял решение его убить. Строго говоря, он не знал, что с ним делать, потому что Навальный, видите, не ломался и создал... ...проработку вопроса об обмене. Поэтому, вот, что он выгодает в результате этого обмена, в результате помилования, да, просто он выиграет с точки зрения общественного мнения, понимаете, репрессии не нравятся, в том числе и его собственным сторонникам. Вот это надо понимать. Это ошибка думать, что российскому народу, да, там, сторонникам Путина нравятся репрессии. Нет, репрессии нравятся, ну, процентам 7, может быть, 8. То есть их даже меньше 10% людей, которые вот это все одобряют. Да, все остальные, даже сторонники, большинство сторонников... ...социологически показывают, потому что по мере раскрутки темы репрессий, значит, ну, даже сторонники все больше сомневаются, так сказать, вот в режиме, все меньше им этот режим нравится. Да, и вот они решили подправить это дело, значит, таким образом. Совершенно не исключаем. Давайте еще поговорим о Вадиме Красикове. Сейчас его называют самым вероятным кандидатом на обмен с другой стороны. Да, я напомню, что это путинский киллер, он бывает срок в Германии пожизненный об убийстве. Ранее канцлер Германии Улав Шольц отказывался как-либо комментировать возможный обмен Красикова на россиян. И казалось, что его вообще отдавать не будут, так как он убийца. И логика такая, что он продолжит совершать убийство, и кровь будет на руках тех, кто его отпустил. Что здесь могло измениться, если изменилось? Знаете, я думаю, что все-таки, если Красикова и согласятся поменять, то американцы настоят, чтобы его поменяли в первую очередь на своих заложников Гешковича, и еще там несколько человек есть. Все-таки для США первичные американские граждане, а не российские политзаключенные. Так что я вот не уверен в том, что речь идет об обмене на Красикова. А на кого еще, по вашему мнению, могли бы обменять так теоретически? Не знаю. Окей, давайте еще поговорим о Карамурзе. Я говорю сразу, что мы не знаем, его официально в списке нет. Мы не знаем, что с ним. Владимир Карамурза стоял за вводом санкций. Он как бы личный враг Путина. Еще раз говорю, что его в этом списке нет. И Путин не отпустил Навального. Может ли он отпустить, например, Карамурзу? Ну, полностью не исключаю. Трудно сказать, понимаете, это же вопрос такой уже, вот психологии, то есть насколько Путин лично его ненавидит. То есть, строго говоря, если вывести за скобки эмоций, то, конечно, можно отпустить и даже выиграть, в смысле общественного мнения, вот на этом, понимаете. И не принесет Карамурза какой-то там катастрофии, он не несет какой-то катастрофической угрозы для Путина. Ну, уедет за границу, да, будет одним оппозиционным, значит, блогером больше. Ну, будет что-то там писать, говорить. Ну, так нашего брата и без того-то много, да. Вот, поэтому, вот если вывести за скобки эмоций, то, конечно, это можно сделать. А насколько Путин лично, так сказать, его ненавидит, вот этого я не знаю. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи политолог Аббас Галямов. Спасибо, что нашли время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok